Рикшит, нашел по противопаду под три месяца картики, описывает эту удивительную лилу. До этого на карте про Маваси все, что произошло... 17-й паузерник, 24-й год, 1-я Катха, Шивашнавдазбабуджи Мухараджи. И вчера мы обсудили то, как Шри Кришна является сыном народа. Вчера мы говорили о том, как Шри Кришна был, что Шри Кришна является сыном Яшоды Нанданы, он не является сыном Девики Ивасудевы. Те, кто верит, что Кришна родился в Матхуре и живет сыном Девики Ивасудевы, и кто мыслит, что он ховался во врадже? Такие люди на самом деле не знают истины и ходят в глубину. Те люди так на правда не знают правды и не могут быть до Лилы. Но в чем есть правда? Шриман Мухарабху сказал нам о том, что написано в Туранах. Те не имеют ничего вымышленного. Рада! Был один царь, который жил в Матхуре. У него было две жены. Одна из родины Кшатрии, а другая из родины вашей. Его жена Кшатрия родила сына Сура. И жена Кшатрия родила сына Сура. Поэтому Шри Кшна называют Шури. Тен Сен 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 называл Шура. И для того Шри Кшна называем Шури. Я вчера не проводила Раджа Раджа Париджани. А жена ваша Раджа Раджа Париджани. В прошлом было такое, что люди женились на других с другой Варны. И до сих пор такое происходит. В прошлом было такое, что люди могли жениться с другими с другой Варны. И в таком случае детство принимает Варну своей матерью. И так как его матка была вашей, а отец Кшатрием, то было принято, что такой сын будет считаться вашей. Бенди лечился вашей. Поэтому? Для того? Потому что? Махараджи Дева Мил указал Париджани. Пойти в лес, путь до лесу, кое Матхуры и жить там. От своего отца Париджани получил владение и много кров. От своего отца Париджани получил много кров. И он стал служить коровам, защищать их. И он стал служить коровам и дать о них. Стал вашим жителям леса Махарад. Такие обязательства. Мешка в лесе и дать о крови. И так от Ядовамши пришла линя Вайши. От Ядовамши пришла линя Вайши. Отец Париджани сказал ему жить в лесу. И он стал служить в лесе. Он заботился о крови, служил им и служил Браману. И так он дбал о крови. Крови и Брамана. И царь Матхуры Махараджу Грассена и Круль Матхуры Махараджу Грассена. Он был очень доволен. Он был очень доволен. Он был очень доволен. Асистем Париджани. Цехами Париджани. И нанес на его лунцарскую тилоку. И поставил на его веб кролевский тилок. Париджани еще означает дождевое облако. Париджани тоже означает дождевое облако. Париджани. 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 Он радовал всех. И помогал бедным. И дождевое облако. И богатство и других. И всех радовал. Давал радость всем людям в коло. Он женился на Парьяше. Он женился на Парьяше. И у нее родились Упананда, Нанда, Сананда и еще 2 Нанда. Родила 5 сыновей. И все сыновья были, которые хотели. И все сыны были очень... С самого детства можно было увидеть, что они были самые лучшие качества. В последнее 3 сына были очень красивые, как их отец. Они имели очень добрые цехи, те сыновья. Нанда был очень красивый. И в сердце. И вне, и в сердце. И в сердце. И в сердце. И в сердце. Он помогал в Раджавасе и в Раджавасе. Раджавасе. Раджавасе это люди, которые мешкают в Раджаве. Острою свадьбу для 5 сыновей. Раджавасе. 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 И пригласил царя Матхура Уграсена. Раджавасе. Раджавасе. И объявил, что больше не желает быть царем. И кролев Уграсена. И сказал царем, он уграсил царем Врача. Вmez provide свободна. В принципе он должен быть ключом. И сделает сделать его моим царскимörtом. Раджавасе. Прог peek. Итак, обманда. Итак, обмананда. ЦарскийSw ark%. В区ленник принял за неё своего отца. После этого он обратился ко всем, что я являюсь первым сыном, и сказал всем, что отец дал мне правительный сын, и отец дал мне правительство и трон, и я принимаю его ласкавый дар себе на голову. Но я хочу сказать, что мой младший брат Нанда, его все любят, и он больше, и он больше, поэтому сложил руки, я молю. Я старший сын, и поэтому отец дал мне правительный сынок и трон, но я хочу рассказать это все своему брату Нанди. Мое сердце чувствует, что это будет правильным. Слова Упананды, все восхитились его решением. Вши слышали слова Упананды и были очень заскучены. Упананды, когда он был правительный сынок и трон Нанди, третий сын. А старший сын сказал, что будет всегда помогать своему брату, как его министр. И его парач парчане. А в какой-то время в своем доме он поклонялся Господу Нарайне, а в конце он оставил свой дом. Их отец, их отец, який час вельбил густство в дому, а потом заставил и в уголе дом. И уже не мог мешкать в доме. Мял такой стан, что уже не хотел мешкать в дому. Слова Упананды, когда он освободился от материального состояния кролика, но еще живя в доме, это было для него как умерение. И он уже не хотел застать в этих ланцухах. И проводил свое время в охранении лотосных столбах. И его супруга, Барьяшик. И вместе с ним, его жена, вместе с ним, пошли в лес, пошли до леса и разом медитовали на лотосовых столбах Шри Хари. Махарадж Праджани стал жителем леса. Махарадж Праджани стал жителем леса. При этом, когда он подошел до леса, сказал свое последнее наставление. Я покидаю этот материальный мир. Поэтому, слушайте мои наставления. Поэтому важно слушать то, что вы говорите. Слушайте мои инструкции. Когда мы делаем что-то плохое, то чувствуем страх. А когда делаем добрые починки, мы продвигаемся вперед. И в будущем получаем лучшее рождение. И в следующем жизни достаем лепшие родины. Мои сыновья, прошу всегда приймать сохранение лотусовых столб Пана. Самое важное – это стать доберем Шри Хари. Приймать прежде всего. Прежде всего, можно только о Хари Бхати. И только Шри Хари может дать нам бхати. Жадная садана не может помочь нам достать бхакти. А лотусовые стопы Шри Хари, то С помощью бхакти-саданы можно обнести служение Шри Хари. То сыновья приняли эти наивыжнейшее наставление своего отца. Постоянные следы. Прияли те слова своего отца. Их отец оставил себе родину. И стал жить в лесу. Группа Рачна. И был обязан за процесс о своем народе. И теперь Нанда Старший брат Упананда и Упананда Они помогали Нанде. Они помогали Нанде. Как министрам. Всегда помогали ему править братвы. Таким образом все очень радостно проводили свое время. У них стало еще больше коров. У них стало еще больше коров. В Кролевстве. У них сейчас стало еще больше коров. Управилось все было, что им нужно. Всем всего хватало. Нанда Махараш с большими вниманием заботился. И все чувствовали, что живут в обители Ананды. Все чувствовали, что живут в обители Ананды. И хотя они так чувствовали. У них была одна печаль. У них успокоило их сердца. У них было только тот взрослый. У них был очень большой. У них был очень большой. Только они живут в обители Ананды, в Аус人民еевской имених. У них у них был песен. У них был они очень красивый. У них была количество семьи. И это все прекрасное. Они у них был сын. Они не имели сын. Он был сын. из-за того что надо махараджа не было сына и для того же хотели сейчас и для того же надо махараджа не не мил сына хотя шестки шесты бешканцы все противостояние за вас задавались в месяц ананды али они все модлили ся них наш махараджа нанда достанет сына а летой то их прагнение синие не 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 сбывалась стал уже совсем не исполнялась и а лета для махараджа нанда а то все не сполняла они думали что у их царя уже больше не будет сына час шедл и все махараджа не думали что уже не будет сына у их крылья они все моли модлили ся донорайны о бракманы о царе пусть и тебе будет сын и многие бракманы робили яги и давали благословенства на джи махараджу чтобы у него уродился сын а летоси не сполняла подогна да видите и одного часа у пананда и старший пост пастерже они получили наставление от бракмана решили оценить мудростью яги они решили нужно позвать еще больше и лучше бракмана они еще раз совершить это яги они запросили еще венцы и брахманов чтобы сделать много яги кто-то принес млеко кто-то ги все приходили с дарами все приходили с дарами кто-то украсил место яги кто-то оздобил место яги все модлили ся донорайны он реально мы тыли раз зрубили том яги а лето наше таш наш а лето мы не мамы суксесу мы так все мы так и прагнемы чтобы надо махараджа мяу сына а летоси не сполняси ойогешвара нех тем разом наш махарадж достанет сына вместе молились и в шесть разом модлились и донорайны бракманы стали благословлять на данные а летоси не пошел а летоси надо навод не пошел на том яге навод не участвую в нем в ней он был один домик он был я сам в домом махарадж надо потому что он думал что такое яги уже столько раз для того же мысля уже ты ли разы рубили том яги для того махараджананта застал в доме сам и в этом часе махараджананта сказал яшоди и в тем часе махараджананта поведет яшоди о моя жена стараются раджаваси яги в доме у нас был сын но с помощью такой яги у нас не появилось в аджаваси робим яги я не участвую в ней эта яга не облечет планы проб стараемся сделать яги але та яги уже ниц не дает это яга не приносит овоцу что эти яги не скучные шастри яги но 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 овоцы яги залежат от того кто робит яги и кто и кто и кто прагнит достоин за помощью яги если тот кто робит яги он не обречет сына он не обречет сына ведь все зависит от желания то запомнить я шута спросила что это значит что вы не желаете иметь сына если тот кто робит яги и не хочет иметь сына нават робин с яги он не достанет сына я шута запытала махарач ты не хочешь иметь сына он сказал что я не думаю сына это не так сын который я желаю пить махараджа сказал сын которого я хотел бы иметь он всегда есть в моем сердце такого сына невозможно пристили с помощью моих яги махараджа или карм или карм этот сын очень чудовный очень чудовный о Яшода сегодня я расскажу тебе сегодня я расскажу тебе послушайте мне я в своих в своих снах и в rzeczyвестности всегда видя одного сына и мое сердце всегда махараджа 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 о о о им сыном лидер что MAC мак следует смыться о вниманиях боевということ потому что я я не верю меня от откровенно откровенно а я не могу не мог досточь. Сына, которого я хочу досточь, неможливо досточь за помощью яги или кармы. Поэтому я не участвую в этой яги. Того мальчика, которого я вижу во сне. О, Яшода! Тот мальчик, которого я вижу во сне, он такой красивый. Как я могу описать его тебе? Даже Господь Вайкунт Хина Райна не настолько прекрасно, как Бог. Я чувствую, что его красота если его красота если его красота dotкнет сердца человека, то этот человек не сможет даже насладиться красотой на Райне. Тот человек уже не бенде мог не бенде мог не бенде мог и царица Враджа сказала и кролева Враджа сказала во сне. О мой пан, а что еще ты видел в своем сне? Поведь мне. Я буду счастлива. Прошу, не укрывай ничего о мне. Ясно, все мне расскажи. Прошу, все мне рассказать. Ивраджа Рач сказал я от тебя ничего не скрываю. Ты моя жена. Ты моя друг. Ты моя колеца. И в счастье и в несчастье. Я ничего не могу укрывать от тебя. Но я тебе не рассказывала о своем сне, потому что это сон казался неважным. Но я никогда не рассказала тебе о своем сне, потому что этот сон кажется неможливым, потому что этот парень более красивый, чем пан Райна. И этот мотивец всегда живет в моем сердце. И он выглядит как обычный мотивец. И он выглядит как обычный мотивец. Но он самый красивый, чем пан Райна. Я вижу его в снах. Я скажу тебе правду. И его глаза такие большие. такие большие, что кажется, что его глаза достают до ушей. Уши? Уши? Похоже на синий сафир. Уши? Уши. Он на сне. Уши? Уши? Уши. Уши? Уши. Уши? Уши? Уши. Уши? Анашода стала выполнена Анандой и сказала, что Раджарадж, правдой говоря, я тоже всегда видела этого немовляка в своих руках. Видела, как он пил млеко из моей перцы. Я всегда его видела, но никому не рассказала об этом. Я в своем сердце это желание иметь такого сына, но я говорю, что я обычная женщина, как в моей голове может появиться такое необычное детство? В этот способ я хочу успокоить свой умысл. Я хочу отпустить это неможливое требование. А сегодня я слышу эти слова о тебе. Мое сердце чувствует... Мое сердце чувствует, что я смогу достать такого сына. Но может быть, это только сын? И можем видеть этого ребенка только в сне? В процессе, который мы сможем обрести такого сына. Будет ли этот сын только в нашей жизни? Но если мы не сможем исполнить это желание, скажи, проживаясь, что мы не сможем исполнить это желание, скажи, проживаясь. А в этом часе в Раджабасе делали яги, читали веды, мантры, охраняли их до огня. А в Раджабасе делали яги, читали, мантры, охраняли их до огня. И в Раджабасе говорил, что я сам пытался избавиться от этого желания. А в Раджабасе делали яги, что это невозможно? Прогнаю отпустить это желание, думая, что это не возможно, но скажу вам что-то. Все хорошее, все счастье, которое мы обрели нахождение, это добилась одна Райна. Все лучшее, что мы получили в этом жизни, это все нам дало Райна. И поэтому вместе на Райна смилуются над нами, потому что все что-то редкое. Потому что если на Райна да нам свое муаское, если это желание невозможно, то на Райна нас может освободить. Если на то прагнение неможливое, то на Райна нас может сделать так, что это прагнение опустит наше сердце. А если это возможно, то на Райна может исполнить это прагнение. И Яшода сказала, Махараджа, это правда. По Ласце на Райне мы можем даже достать то, что невозможно. По Его Ласце из-за Его милости нет ничего невозможного. Нема ниц неможливого. По Ласце на Райне нема ниц неможливого. За помощью какой Саданы? За помощью какой Саданы мы сможем пристилилость на Райне? Кроме Саданы для особого праздника. Ведь невозможна пристилилость. Опроч Саданы неможливо достать ласку на Райне. И Нанда поведела. То, что ты говоришь, все правильно. А Яшода, то, что ты говоришь, это правда. Как думаешь, какой брат Садан можно завершить? Как ты думаешь, какой брат Саданы нужно сделать? Для того, чтобы достать ласку на Райне, мы должны сделать Саданы, а не кармы. Яшода, каком Садане? Поведь мне ты. Каком Садане мы должны выполнить? Яшода сказала. Будем следовать. Владыше братьев. Поститься на Икадаши. Если мы будем постить на Икадаши, будем постить на Икадаши до двадцати. И вот если мы будем постить на Икадаши, устраивать праздник на двадцати. Яшода Ма сказала, если будем постить на Икадаши и сделаем свято на двадцати, то на Райне будет задоволен. И надо сказать, что это право. Шихари очень любят Икадаши и Двадаши. Нам не стоит встать, а нужно сразу наступить к этой Грачи. Принятьте без всего. Это настолько на Райне. Таким образом. Целый год. Таким способом надо махарать и Маяшода через целый год. Постиленной Икадаши. Через год наступило время, когда их желание должно было исполнить. Знаем, на разнике полагоди начали лепить, отцепать. А мы сможем увидеть Господа. Надо еще до постели на Икадаши. Ночи не спали. Надо еще до постели на Икадаши. Не спали в ночи. А на два души кормили всех бракманов. И так, это было вполне исполнено это врата, это врата в течение года. Мы не прописали. Никакую часть врата в Харибах Тивиласе представится на Икадаши. В Харибах Тивиласе описано, как нужно постеть на Икадаши. Эти же правила следовали. Надо и Яшода. Надо и Яшода. Вшиско робили, как описано в Харибах Тивиласе. Непреставая садону. Я вьи, я вьи, я вьи, я вьи. Уйдет. Обычка путем не обрести лотошную штуку, пократи, да? Только совершая садону можно обрести. С каком стежком не достать. Если кто-то решил совершить садону, они можно за этого изнорайны. Но за помощью саданы можно задоволить пана. С каждым днем желание отрести какого сына усилив в сердце Нанды Иешоды. Каждый день это желание отрести в сердце Нанды Иешоды было больше. Достать такого сына. Это желание не опустило их сердце. Достать такого сына. Крол и Кролевые враджи всегда хотели видеть этого сына в настоящем. Они были полностью освобождены. Они были в полне вызволены. От ассоциации себя с телом. Они думали только о Господе. Вызволены от мыслей... Нанды Иешоды никогда не мыслили, что они с этими телами материальными. Они всегда видели это детство, как оно играет на колонах у матки Иешоды. Однажды во сне Нанда Махарач увидел на стол на районе. Который держал конх, чакрам, лотос и болаву, болава в четырех руках. И Нарайна сказал, о Яшода, о Нанда. Вы очень дорогие мне. Почему вы такие смутные? Почему? Почему вы так делаете это садане, что вы просто забыли о своих телах? Этот сын, которого вы хотите достать, он уже есть. Он уже есть вашим сыном. Чтобы показать миру Вацалия Прэма. Вы появились на этой земле, чтобы показать святу Вацалия Прэма. Ваше аншо, частичное проявление дрона и тхара, один совершает садан, чтобы нести Господа как своего сына. Дрона и тхара в прошлом жизни сделали садан, чтобы достать этого сына. И вы сейчас обовязково достанете такого сына. После этого Нарайна исчез. И потом Нарайна исчез. И Яшода и Нанда облудились. И посмотрели на одного. И были очень удивлены. И они выполнили. А Нанда выполнила их тела. Такое счастье духовое. Он ожидал, когда же наступит это время. Нанда чекал. Когда этот час наступит? Пожелая Тапа свиньи. Пошла с маленьким мальчиком Брахманом. Одного дня Тапа свиньи пришла с маленьким мальчиком Брахманом. И увидев их, все встали и сделали им поклон. Они поняли, что она великая Тапа свиньи. Они дали им место до сиденья. И сказали, кто ты? Когда мы видим вас. А этот мальчик? Когда мы видим тебя, то ты выглядишь на мальчике. А этот мальчик выглядит на народе муни. И Тапа свиньи усмехнулася сводким усмехом и сказала, что я в Пурномасе. Я в Брахмачарине. Я всегда делаю выживание. А этот мальчик, который пришел со мной, то мадомангал. Вы его поровнали с народом муни и он по своих цехах подобный до народа муни. Вы посмотрите на мою форму, но моя форма есть вечная и не изменяется. Натан Мухараш сделал поклон ей и сказал, что Деви, я самый низкий. Я не квалификационный служить тебе. Почему ты так дал мне эту ласку и пришел ко мне? И тогда Пурномасе Деви сказала. Наступил час твоего счастья и поэтому я пришел. Все удивились, послушався на Пурномасе Деви. У Деви столько замуж. Все были заскочены, слышали слова о Пурномасе. А что это за счастье? И тогда Пурномасе сказала. У вашего Махараджи Нанды уродился сын. И этот сын. У вашего Махараджи Нанды уродился сын. И этот сын выполнил целый свят. Найвеньшим Анандой. Все начали плакать. Услышав то, все начали плакать и држать от счастья. И начали говорить о Деви. Ты пришла тут. Ты стала священна. И десятое место стало быть святым. Мы сбудуем для тебя дармашалу. И мешкай тут. И просим им замешкать тут. И Пурномасе сказала. Он сказал, что сына Махараджи Нанды будут все называть Кришна. И после она стала описывать качество. И после этого все Кришны. И после этого все Кришны. Яшода Нанды. Он сын Яшоды. Талила описана есть Гопала Чампу и Ананда Вриндавана Чампу. И в Ананда Вриндавана Чампу. И в Гопал Чампу. Там описано, как Кришна уродился в Гокули. Те, кто не знает этого, они не могут выйти так глубоко в эту Лиле. Дякую Махаправу. Дякую Махаправу. Дякую Махаправу. Дякую Махаправу. Дякую Махаправу. Продолжение следует...